Субботы 23 февраля начать немедленный и безоговорочный вывод войск и подчеркнул, что члены коалиции будут ждать от Саддама Хусейна публичного заявления о принятии этих условий. Глава американской администрации в своем выступлении обвинил Рак в применении тактики выжженной земли в Кувейте. В уничтожении скважин, нефтехранилищ, разрушении всей нефтеперерабатывающей структуры Кувейта. Причем это делалось в основном в последние 24 часа, то есть параллельно с переговорами в Кремле. Франция уже после выступления в Белом доме заявила о полном совпадении точек зрения союзников. Израиль пошел еще дальше. Ицхак Шамир объявил, что любой план урегулирования должен включать в себя смещение Саддама Хусейна и уничтожение его военной машины, иначе мир на Ближнем Востоке не будет прочен. Ну а что же Москва? По сообщению информационного агентства новостей, министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных и Академия Евгений Примаков провели с Тариком Азизом еще один раунд переговоров. Представитель советского МИДа Виталий Чуркин заявил днем журналистам, что прогресс достигнут, формулировки отработаны, и президент СССР вступает в контакт с руководителями стран-членов Совета Безопасности. Чуркин подчеркнул, что речь идет о выполнении резолюции ООН. Это было уже, судя по всему, началом на корректировку советской инициативы в сторону ужесточения требований к Ираку. Во всяком случае, спустя несколько часов после брифинга, проведенного Чуркиным, представитель пресс-службы президента СССР Сергей Григорьев заявил, что реакция Хусейна на американский ультиматум будет латмусовой бумажкой, действительно ли тот хочет мира, или это только политическая игра. Если говорить о хронике боевых действий, то судя по последней пресс-конференции союзного командования, артиллерия межнациональных сил сегодня нанесла самый мощный удар по передовым позициям иракских войск. Авиация бомбила Басру другие города. Иракское командование даже заявило о начале наземной войны, что, к счастью, не соответствовало действительности. Итак, Багдаду для принятия решения осталось всего несколько часов. И вот свежие новости из Кремля. Буквально четыре минуты назад я разговаривал по телефону с Виталием Игнатенко, он возглавляет пресс-службу президента Горбачева. Он сказал, что согласованы все пункты соглашения с Тариком Азизом. Их шесть. И самое главное, первый пункт, в котором говорится о безоговорочном выходе иракских войск из Кувейта. Саддам Хусейн должен дать ответ на советско-иракские, на уровне министра иностранных дел Ирака, предложение в ближайшие несколько часов. Таковы самые свежие новости. Ну, а мы продолжаем наш выпуск. В то время как натовские солдаты поджариваются в аравийских песках, наши доблестные воины проводят операции во льдах Заполярья. Репортаж из города на Кольском полуострове, где атомная подводная лодка – дело привычное, а телекамеру журналиста там не видели просто никогда. Правда, до сегодняшнего дня. Североморск. Репортаж, который мы подготовили, побывав на Краснознаменном Северном флоте, можно назвать сенсационным. То, что сейчас вы увидите для показа в эфире, считалось ранее запретным. Впервые в Союзе осуществлено десантирование спасательных катеров. Здесь, в Арктическом бассейне Баренцево море, испытания в заданном квадрате прошли успешно. А значит, сегодня есть шанс на спасение в случае непредвиденных трагедий в морских акваториях. Хотя эту систему спасения десантного приводнения катеров признали достаточно надежным средством, и все же, дай бог, чтобы подобный десант служил бы только учебным целям. Это был репортаж поздравления тем мужественным людям, которые посвятили себя благородному делу, защите Родины от внешних врагов. Завтра профессиональный праздник всех военных. Москва. 23 февраля в Москве на Монежной площади митинг. Общественное мнение взбудоражено и не без помощи вот таких вот посланий. Восстание в Москве будем брать здание редакции типографий «Да здравствует пролетарская революция». Где вы это нашли? Я это нашел на Тушинском радиусе метро в воскресенье 17 февраля. Особый шум наделал попавший в печать приказ начальника военной академии имени Дзержинского обеспечить прибытие на митинг, проверить подготовленность оружия и боеприпасов к выдаче, сформировать спецгруппу рукопашного боя. Другие данные говорили о том, что в Москве готовятся общевойсковые учения демократии. Они зависимые, они подневольные, и им надо служить. Они же выбрали себе военную службу. Ну а вот люди, которые по доброй воле пойдут, вы с ними разговаривали? Я в академии таких не знаю. В армии все делается добровольно-принудительно. В столовой, в кино строим. Есть, оказывается, и пункт устава по такой форме демократии, как митинг. Я подчеркиваю, что начальник академии праве было сдать такой приказ. Он, еще раз подчеркиваю, касается непосредственно личного состава академии. Но ведь не начальник академии вырисовывал эту карту, где академия – лишь один из пунктиров. Уже сейчас мы можем назвать минимальную численность участников манифестации – 40 тысяч. Но это не все резервы оргкомитета митинга. Очень много военнослужащих посетит город Москву из пригородных гарнизонов. Ну, с целью познакомиться с два сопримечательностями, посетить концертные залы, театры. Продолжение следует...